МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Уфери телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова. И Георгий Розываев. Главные темы сегодня. Говорили о бюджете, летнем отдыхе и не только. Расскажем о работе комитетов Обнинского городского собрания. С больными COVID-19 не контактируют. Студенты-медики из ИАТ проходят практику в клинической больнице номер 8. Сотрудник доставлен в реанимацию. В помещении Обнинской химико-фармацевтической компании произошли хлопок и возгорания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным оперативного штаба, в Калужской области зарегистрирован 2871 подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 121 за последние сутки. 664 человека выздоровели, 20 человек умерли. Из них один новый подтвержденный случай. Это житель Жуковского района 1950 года рождения. В Калуге число заболевших 511, в Обнинске 421, в Боровском районе 239, в Малоярославецком 188, в Жуковском 129. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для большинства народных избранников мероприятие прошло в формате видеоконференции. Первым делом на совещании заслушали отчет начальника управления финансов Людмилы Коноваловой об исполнении городского бюджета за 2019 год. Доходы выше 4,5 миллиардов рублей. Более 2,498 миллионов рублей – безвозмездные поступления. Город получил немалые субсидии на реализацию национальных проектов. Более 4,478 миллионов – расходы. Большая часть из них была направлена на социальную сферу. Профицит – 65 миллионов рублей. Было предложено вынести на обсуждение городским собранием вопрос об утверждении состава комиссии, которая будет работать с материалами по кандидатам на присуждение городских премий за достижения в образовании, спорте, культуре. Из администрации включить в эту комиссию Олухова Константин Владимировича, ПЦГР комитета по культуре и спорту Сомову, Екатерина Владимировна, главная специалиста мониторинга и анализа качества образования, управления общего образования и Хадеева Ирина Николаевна, начальника управления культуры. Председателем комиссии предлагается назначить Александра Сухарева, депутата и директора гимназии. От городского собрания в комиссии будут также Дмитрий Заяленков, Елена Корнилова и Юрий Фрай. Предложенный состав возражений не вызвал. На заседании ознакомились и с планами на проведение летней оздоровительной кампании в текущем году. Выделено на нее было 11 миллионов 970 тысяч рублей. Санитарная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. В июне месяце летнюю оздоровительную кампанию мы проводить не будем. И по решению субъекта Российской Федерации, по информации, которую мы получили из Министерства образования на Украинской области, летняя оздоровительная кампания в 2020 году начнется в июле месяце. От школ в профильное управление направлены заявки на организацию лагерей. Предположительно, в оздоровительной кампании в июле примет участие 521 ребенок, в августе 815 детей. Лагеря будут на базах школы номер 1, 10, физико-технической, лицея Держава. В школах ВАН, профильный лагерь, 150 человек в июле и 60 в августе. Держава спортивная, 100 человек в июле и 100 человек в августе. Школа имени Савина, профильный спортивный лагерь, 61 человек в июле и 85 в августе. И школа-интернат Дубравушка, оздоровительный лагерь на 330 человек в июле и августе. Но на поддержание этого лагеря из муниципального бюджета средства не направляются. Сейчас готовится конкурсная документация на определение поставщика питания. По словам Татьяны Волнистовой, предполагается, что израсходовано на эти цели будет более 2 миллионов рублей. По выездным лагерям пока точной информации нет. И мы готовы к организации занятости подростков на территории города Обнинска. На эти средства у нас в бюджете города заложено 2 миллиона 250 тысяч рублей. И пока заявок на организацию летней занятости 191. Из них 60 на осенние каникулы. В детских садах летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня и продлится все лето. Также на совместном совещании комитетов заслушали выступление о создании в 2020 году детского технопарка «Академия Технолаб» на базе Обнинских школ. Владимир Светлаков отметил, важно уложиться в сроки с проведением работ по подготовке помещений для занятий. Чтобы 1 сентября мы были готовы начать учебный процесс, в том числе с подготовленными педагогами. Я прошу передать мою озабоченность этим вопросом и руководителю этой академии Технолаб и вашему руководителю экономического комплекса. По словам Валентины Зинченко, за лето постараются все работы в кабинетах выполнить, то есть успеть к началу сентября. Там, где ситуация позволит, например, если помещения расположены в отдельном здании, времени на подготовку потратят больше. Кристина Забожко, Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Студенты-медики старших курсов медицинского факультета Института атомной энергетики в эти дни проходят ежегодную практику в медицинских учреждениях Обнинска. Как организована практика в условиях пандемии? Приняты ли требуемые меры безопасности? Узнала наша съемочная группа. Сразу стоит отметить, студенты-практиканты не работают с больными коронавирусной инфекцией. Их обязанности иные. Помощь врачам, выполнение работ младшего и среднего персонала больницы. Такая практика проходит ежегодно, так что коронавирус отменить ее был не в силах. Тем более, сейчас обнинским медикам необходима помощь. 212 студентов в этот период проходят практику в медицинских учреждениях области. Из них 111 в Обнинске, 76 в клинической больнице номер 8. Практика, в общем-то, это обычная и традиционная вещь для всех студентов-медиков, которая проходит после каждого курса. В этом году практика была перенесена раньше в связи с тем, что необходимо помогать лечебным учреждениям и замещать тот медперсонал, который переброшен на борьбу с инфекционными заболеваниями. Студенты сейчас уже к практике приступили, готовились мы к этому плотно. Перед тем, как началась практика всех студентов в обязательном порядке, проверили на COVID-19. К сожалению, как рассказывает руководитель Обнинского вуза, у некоторых ребят тест показал положительный результат. Но само заболевание протекает в бессимптомной форме. И чувствуют они себя хорошо. Часть студентов, которые требовалось отселить от родных и близких, чтобы их не заражать, или из общежитий, удалось переселить. Благодаря сотрудничеству с крупными предприятиями города удалось выселить отдельно. Живут они в обсервации, у них там налажен быт, налажен интернет. Они могут там и жить, и продолжать дистанционно учиться, те, у кого занятия еще продолжаются. Все студенты-медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, как со стороны института, так и со стороны медицинских учреждений. Работают молодые люди в зеленой зоне, например, в приемном покое или родильном доме. В травматологическом отделении приемного покоя практику проходят семь студентов. Об основных обязанностях рассказала нашей съемочной группе Александра Максименкова. Практика здесь проходит в основном у четвертого курса. Они помощник врача-стационара, они проверяют историю болезни назначения, они также ходят с ними на перевязки, смотрят, если необходимо, помогают медсестре перевязочной. Также они помогают медсестре процедурной, если необходимой. Также они смотрят за врачебной деятельностью, то есть обходы. И если пускают в операционную, по одному, по два человека могут войти. Если судить по отзывам, то практикой в КБ номер 8 студенты довольны, рассказывает Татьяна Осипова. Ожидания ребят оправдались, и теперь они более четко понимают, какую важную и сложную профессию выбрали. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Во вторник во второй половине дня на территории экспериментальной площадки МРНС случилась нештатная ситуация. В помещении, арендованном ЗАО Обнинска химико-фармацевтическая компания, после прозвучавшего хлопка произошло возгорание. Предприятие занимается производством лекарственных средств. Возгорание было быстро ликвидировано первичными средствами пожаротушения еще до приезда сотрудников МЧС. Химической и радиационной опасности нет. В результате случившегося пострадал один человек, которого машины скорой помощи с ожогами доставили в реанимацию клинической больницы номер 8. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое. Ведется следствие. Устанавливаются причины возникновения инцидента. В минувший вторник сотрудники госавтоинспекции совместных представителями администрации Обнинска провели очередное профилактическое мероприятие с водителями и пассажирами общественного транспорта по соблюдению масочного режима. В ходе комплекса мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, был проведен ряд профилактических бесед с пассажирами и водителями общественного транспорта. Сегодня охрана общественного порядка МВД России по городу Обнинску вместе с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения, администрации города Обнинска провели рядовые мероприятия, направленные на выявление соблюдения масочного режима на территории города Обнинска. Сегодня мы останавливали маршрутные такси, которые занимаются перевозками пассажиров и проверяли граждан, которые находятся в данных машинах, на применение масок, как они соблюдают масочный режим. В течение часа было остановлено несколько единиц транспорта, в том числе маршрутные такси и автобусы. Выявлен ряд нарушений. Если были выявлены лица, то мы их удаляли из транспортного средства и привлекали к административной ответственности. Водителям также были вручены вот такие вот памятки, в которых содержится информация. В отношении нарушителей масочного режима за час рейда было составлено три административных протокола по статье 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В дальнейшем они будут направлены в суд для вынесения соответствующего наказания. Полицейские распространили среди водителей специальные тематические памятки по разъяснению ответственности за нарушение требований действующего законодательства. Тематические буклеты были сразу же размещены водителями в салонах общественных транспортных средств. Кристина Забожко, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 18 мая в первой половине дня на пересечении Маркса-Курчатова произошла авария. Водитель за рулем грузовика резко нажал на педаль тормоза, чтобы пропустить поток машин справа. И в этот момент сзади произошел удар от легковушки марки «Равон». Владелец иномарки, по всей видимости, не ожидал такого маневра и не успел быстро среагировать в сложившейся ситуации. 19 мая в 16.45 на северном въезде в город было зафиксировано еще одно ДТП. По предварительной информации, мужчина за рулем белого «Бентли» решил перестроиться из правого ряда в левый. И, к своему сожалению, не заметил паркетник марки «Кия». Люди в этом происшествии не пострадали, а вот автомобилям теперь потребуется дорогостоящий ремонт. У коммунальщиков появился новый городской моющий пылесос – вакуумная подметально-уборочная машина, созданная на базе КАМАЗа, которое муниципальное предприятие коммунального хозяйства приобрело в лизинг. Как рассказывают специалисты, пылесос может увлажнять и подметать дорогу, засасывать смет в специальные шахты. Есть и гибкий рукав для сбора листовы или бумажек. Машина может мыть знаки, опоры, остановки, ограждения вдоль дорог. Использовать ее можно круглогодично, так как имеется и комплект зимнего оборудования. Вот в эти шахты засасываются труда, потом это привозится на место утилизации, нагружается. Это реально пылесос, который не оставляет в городе ни пыли, ни смета, ничего. На нем встроенный вёрхер присутствует. Это моющий пылесос? Это моющий пылесос, да. Его можно мыть остановки, знаки. Водом гибкий рукав, который снимается. Можно собирать листву, можно собирать бумажки в трудных местах, там, где лопатой не залезть. Это полностью современная светотехника по безопасности дорожного движения присутствует. Ну, в общем, мы с приобретением очень довольны. Это была программа новости. Мы желаем вам всего доброго. Следующий выпуск смотрите завтра, как всегда, в 19 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова